Лёлик на кухне разрезал тушку ментая, две штуки. Думал хвостик дать животному, но что-то подумал, что, наверное, всё вместе лучше потушить, а животное даже не учуяло. Даже пару кусочков рыбки животному переплавал, но всё равно это не учуял. Что у нас сейчас? Не знаю, вперёд они или сзади. Без 15 внезапно 4. Я сегодня уже гуляла. Несколько сурово быть этим самым очкаликом без очков. В общем, я решила потушить рыбку. Так я ни разу не тушила рыбку, а давно хотела в этой штуке. И тут всё надо увеличивать на 4, ну умножать на 4. Мне моя родня сказала, что рыбка быстро делается. Ну, там на пару, допустим, минут 10. Тушение рыбки. Я не знаю, сколько оно делается. Я и думаю, что где-нибудь на час её поставлю на максимум. Посмотрю, что будет. Я сейчас сделала уже зажарку. Вон там сковорода мне на обутновую покупают. У меня там с одной стороны ручка уже треснула, вот у ручки там в некоторых местах что-то, держание её. Потом получилось так, что у меня никогда к ней ничего не прижаривалось. Если прижаривалось, то сама отмокала и отмывалась. А тут, ну, недели три, наверное, назад такая фигня случилась, что лепёшки делала. И почему-то вот лепёшки как-то до этого делала, всё нормально было. Второй раз уже, точнее третий, почему-то там немножко прижарилось что-то. Оно не отмылось, когда я стала отмывать там местами. Получилось так, что задело это керамическое покрытие. Я уже тут присмотрелась, и пару сковородок, ну, похожих. Хочу уже сразу с крышкой купить, чтобы была уже родная крышка. Скорее даже лог. Может даже чуть поменьше объёмом, чем это. Со стенками повыше, но именно с керамическим покрытием. Но я не знаю, как сейчас. Магазины у нас в городе работают, которых можно купить сковороду. Плюс ещё я тут такая, без очков. Короче, в общем, у меня тут ментай две тушки. Ещё две тушки у меня лежат в морозилке. Я сделала зажарку морковь и лук на виноградном масле. Сюда ещё добавила кипяточка уже скипевшего. Ну, во всём, у меня фильтрованная вода как-бы. И вот рыбу более-менее так порезала, чтобы она сюда влезла. И сейчас я это покрою крышечкой, включу розеточку. И есть приправа для рыбы от кукпеточка с предыдущего марафона. Я при нём совсем забыла. Я сейчас немножко туда посыпаю. Я как раз подумала, что надо будет, наверное, посолить. У нас тут нет соли в составе. Ну, в общем, я щепотку соли сейчас кину и немножко, может, пол чайной ложки этой приправы. И я вот уже воткнула, но ещё пока не включила в розетку. Подумала, может, побольше жидкости налить. Но думаю, рыба там тоже какой-то свой сок должна дать. Где-то пол чайной ложки у меня получилась. Я так сначала размазала её и смешала с жидкостью. И пару щепоток соли скинула. Сейчас я прокрою крышечкой. Гляну времечко. 51 минута четвёртого. У меня часы налить вперёд, если вдруг что. Если вдруг кто снова ещё не в курсе. Я сейчас поставлю, грубо говоря, без десяти у нас, да? 3,51. 4,51 я гляну. Я сейчас поставила на максимум, на хай. Прошло чуть больше часа. Ну, вообще, как бы, если её тушить минут 20-25, да? Ну, грубо говоря, 20 минут. То это час 20 получается, если в медленной варке. Ну, если 25 минут, то час 40. И у меня цель-то вообще, как бы, чтобы косточки были мяконькие. Если она такая была, типа, как вот из консервы. Поэтому, я думаю, сейчас, вот, может быть, уменьшить отопление, скажем так, ей. И оставить ещё на час. Либо же не уменьшать. И просто оставить, как есть, ещё минуток, ну, действительно, на 40. Или же до 6 как раз вот. Главное, мне не уснуть. Не поверишь зритель. Так, кстати, хочется. Несмотря на то, что я тут тяжку кофе с молоком тяпнула. У нас просто сначала было солнышко, которое я даже успела физически застать на улице. А потом вот всё такое серое стало. Поэтому я оставлю сейчас ещё до 6 часов, как раз вот на 50 минуточек. Даже больше, чем на 50 минуточек. На 58 минуточек. Практически 6 часов. Ну, учитывая, что я в 4, поскольку там вообще, в 3, 5, в 3, 51 поставила, то у нас уже 2 с лишним часа это всё действие идёт. Я тут выключаю. Ну, у меня уже покипело. Я пару раз крышку поднимала. Думала переставить на меньше. Но, думаю, я тут без камеры. Я переставляю и не записываю. Поэтому оставила как есть. Оно, кстати, уже с запахом, таким рыбным, на минут 40, как идёт. Так, камера запотела. Теперь вы знаете, что чувствуют очкарики, одевающие маски, которые не всегда плотно привлекают к лицу очкарики, при этом в очках. Вот тут наша. Может быть, надо было свет вверх, не включите. Сейчас пока покрою крышку. И включу потолочный свет. Люди не поверите. У меня третий день уже. Я как бы не включала компьютер. Ну, по крайней мере, было тут. Вот снегов. Но это был не мой компьютер. Я была по делам. Я развлечения радио. Три дня уже не смотрела. У меня уже начинает соломка. Я не представляю, как я это бы осилила. В общем, вот оно. Покипывает тут. Хотя уже выключенное. Но тепло долго в горшочке сохраняется. Косточка тут одна. Я вот приближу. Вырезла. Я думаю, что эта рыба уже, в принципе, готова. Лук с морковкой хорошо так распарились, затушились. Воды можно было действительно не добавлять. Хорошо, что я не добавила. А то бы оно тут плавало. Болгорыбный суп. Но у меня еще есть пока мои щи с томатной пастой. У меня миндаль отмокает. Так что вот у меня такая рыбка в медленной варке за 2 часа вышла. Я даже сейчас чем-нибудь ковырнула. Думаю, что оно вполне все готово. Так что я, наверное, вначале вас не поприветствовала. Поэтому по скрипту вам привет, зритель. Если кому-то нужен этот привет в самом начале. Ну и теперь вы знаете, как можно в медленной варке сваять рыбку тушеную, чтобы косточки были мягкие. Ну а если вас не напрягают эти мягкие косточки, в смысле крупные, вкусная рыбка, в смысле косточки, если бы они попадались, а и при этом были не очень мягкие, то вам вполне себе хватит, ну скажем так, час-двадцать минут. Восьмидесяти минут он вполне себе на максимум хватит при закрытой крышечке. Тут у меня две рыбки. Но у меня было вообще четыре рыбки, и две рыбки были на полкило. Ну, каждая рыбка, по-моему, типа того, вот как. Две рыбки полкило, еще две рыбки полкило. Две рыбки у меня в морозилке. Так что тут у нас полкило ментая, без внутренностей и без этого самого, без голов. Только вот с плавничками, хвостиками, шкурками, косточками и мясиком. Ну и сколько-то там, вообще средняя такая луковица, ну, чуть меньше кулака. И сколько-то ложек, может, две или три, наверное, горкой столовых ложки тертой мелкой моркови. У меня как бы она специально уже натертая и замороженная была. И, наверное, пару раз полить. Ну, сколько-то там именно для жарки надо растительного масла, виноградное дело. Вот у меня камера показывает, что флешка заканчивается. Так что я прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok